И еще до 9 утра 11-классники начинают собираться в школьном дворе. Восьмая гимназия – один из 13 пунктов проведения экзамена в Сочи. На пункт проведения экзамена вы можете пройти с паспортом и черной гелевой ручкой. Перед экзаменом школьникам еще и еще раз рассказывают о правилах его проведения. Ведь в случае любого нарушения пересдать тест можно будет только в следующем году. Терять время никому не хочется, поэтому с каждым годом отступление от правил со стороны выпускников все меньше. Ну а эти правила школьники знают наизусть. Сначала нам долго-долго повторяли, что никаких шпаргалок, никаких телефонов. Потом мы трижды напоминали, что будут камеры. Потом каждый экзамен мы пишем бумажку о том, что нам это говорили. А потом нам очень долго втирали, что нам надо правильно заполнить бланк. Это главное. Просто так в пункт проведения экзамена тоже не войдешь. Каждого ученика тщательно проверяют на наличие мобильных, шпаргалок, калькуляторов. Все это под запретом. Ребята более осознанно и серьезно подходят все-таки к экзамену, понимая, что от этого зависит дальше будущее. Ребятам нужен результат, им нужен аттестат в первую очередь. Нужны хорошие высокие баллы для поступления в ВУЗы. Сегодня ЕГЭ сдают 2000 сочинских школьников. Уже три года как экзамен по математике разделен на два уровня. Базовый и профильный. Базовый нужен для получения аттестата, а более сложный – профильный для поступления в ВУЗ. Я еще сдаю математику профиль, поэтому для меня база очень легкая. Я вообще не волнуюсь. Не, я в ночь перед экзаменом, конечно, готовилась. Хотя я и сдаю базу, но я уверена, что я все-таки сдам на четверку. Сегодня школьники писали так называемую базу. Кстати, материалы ЕГЭ теперь не доставляют почтой или курьером в конвертах, а печатают прямо в аудиториях. Их получают из Федерального центра тестирования на специальных дисках. Такая технология исключает возможность найти материалы или ответы ЕГЭ в интернете или как-то рассекретить содержание тестов. На 20 заданий по математике школьникам отводится 3 часа. По окончании тестирования ответы отсканируют и отправят на проверку. Результаты ЕГЭ 11-классники узнают 15 июня. Ну а математику профильного уровня школьники будут сдавать в эту пятницу. Следующий экзамен обязательный для всех – это русский язык. Его школьники напишут 6 числа.